Здравствуйте! В прямом эфире телеканала ЖТСУ вы смотрите программу сегодня в студии журналист Антон Хатиновский. Буквально завтра все мужчины нашей страны, ну собственно говоря, есть среди них и женщины, отметят свой профессиональный праздник – День защитника Отечества. С тем, чтобы поговорить о том, какая у нас сейчас наша казахстанская армия, о том, где побывали наши военнослужащие за это время, как они себя зарекомендовали, мы пригласили к нам в студию заместителя командира Казахстанского миротворческого полка майора Аипова Жигера Муратовича. Ну, немножко, несколько слов о нашем госте, чтобы было понятно, что этот человек достаточно известен в своих кругах. Он закончил республиканскую школу Жасулан имени генерала армии Нормагамбетова в 2004 году. В 2009 году окончил знаменитое Рижанское высшее воздушно-десантное училище имени генерала армии Маргелова. В 2019 году выполнял миротворческую миссию в Республике Ливан на должности командира казахстанского миротворческого контингента, за что, собственно говоря, 16 декабря 2020 года указом президента Республики Казахстан был награжден орденом Айбын второй степени и также был признан лучшим миротворцем 2020 года в вооруженных силах Республики Казахстан. Итак, здравствуйте, Жигер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, первый вопрос такой. На сегодняшний день военная доктрина нашего государства не ставит цели военных действий или участия в каких-либо конфликтах военного характера, но вместе с тем наши военнослужащие принимают участие наравне с остальными державами в миротворческих операциях. Вот в каких странах побывали наши миротворцы и находятся сейчас, я имею в виду, за то время, вот за время нашей казахстанской армии? Спасибо за вопрос. Хотелось бы, как вы сами отметили в своем вопросе, доктрина нашей страны имеет оборонительный характер, то есть наши военнослужащие могут участвовать в боевых действиях только в случае агрессии в сторону нашей страны, то есть целостности и независимости нашей страны. Но вместе с тем, с приобретением независимости нашей страны, мы входим в состав международных организаций и региональных организаций, таких как Организация Объединенных Наций, Шанхайская Организация Сотрудничества и многих других. И первыми миротворцами были 300 бойцов десантно-штурмового батальона, 35-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая десантсируется в городе Копчигай. То есть данные военнослужащие в 92-м году были направлены на таджикско-афганскую границу для укрепления блокпостов и пограничных застав. Это было решение стран СНГ совместно с военнослужащими Российской Федерации Республики Узбекистан и Киргизии. После таджикских событий в 2000-х годах в нашей стране стал острый вопрос о создании специализированного миротворческого подразделения. И указом Верховного Главного Командующего Вооруженными Силами Республики Казахстан президента страны в 2000-м году был создан на базе 3-го десантно-штурмового батальона 35-й десантно-штурмовой бригады Казахстанский миротворческий батальон, который в своем роде был и остается единственным миротворческим подразделением в Средиазиатском регионе. Вторым шагом по выполнению миротворческих миссий стала миротворческая операция в Республике Ирак, где с 2003 по 2008 года казахстанские миротворцы выполняли миротворческие задачи по разминированию взрывчатых веществ, а также очистке воды. За весь период службы наших миротворцев в Ираке было уничтожено более 4,5 миллионов взрывчатых веществ и боеприпасов. В последующем, в 2008 году указом Верховного Главнокомандующего Казахстанский миротворческий батальон был переформирован в Казахстанский миротворческий полк. Также в 2018 году в осени первый миротворческий контингент казахстанского миротворческого полка был направлен в Республику Ливан совместно с военнослужащими Республики Индии для выполнения миротворческих миссий именно в Республике Ливан. В количестве 120 человек в данный момент уже пятый состав миротворцев несут службу и наши миротворцы показали высокие показатели выполнения миротворческих миссий. И также наши миротворцы находятся в Западной Сахаре и в Ливане, как ранее сказал. А также, если углубиться в историю, то с 2007 года около 40 военнослужащих нашей страны выполняли миротворческую миссию в качестве наблюдателей ООН, а также штабных офицеров в Кот-де-Вуаре, в Западной Сахаре, в Ливане. И в данный момент мы стараемся держать марку казахстанского миротворца на высоком уровне. Замечательно. Вот понятно, что при выполнении таких миссий миротворческих, так или иначе наши военные соприкасаются с военными подразделениями других стран. И вот как выглядят наши вооруженные силы на их фоне? То есть мы вровень с ними шагаем или может быть где-то отстаем в чем-то? Вот очередной раз, когда убедился в высокой морально-психологической устойчивости наших солдат, наших военнослужащих, а также в высокой боевой подготовке во время выполнения миссии в республике Ливан в 2019 году на должности командира казахстанского миротворческого контингента. Конечно, мы в некоторых моментах учились у других стран, потому что это был наш первый опыт в выполнении миротворческой миссии. Но по выполнению именно конкретно каких-то задач мы ничем не уступали. Это показали оценку руководства индийского батальона, а также временных сил ООН в Ливане. Все штабы и командиры дали высокий результат, а также именно наша рота проходила 4 комиссии проверок. Из них 3 из штаба временно сил ООН в Ливане, а также одна комиссия из штаба ООН с Нью-Йорка. Обе комиссии мы прошли в высоком уровне и только были в лидирующих местах. То есть мы ничем не уступали, только в некоторых моментах мы, конечно, учились у других военнослужащих, но это были те моменты, которые касающиеся именно миротворческого характера. Скажите, пожалуйста, мы всегда говорим, что каждая армия имеет свое лицо, и каждая страна военнослужащий имеет свою личную черту, воспринимает образ военного. Скажите, вот есть ли отличительные черты казахстанского солдата? Отличается ли наш военнослужащий от других военнослужащих? Конечно, отличается. В первую очередь, к этому способствует наша многонациональная страна, то есть наше гостеприимство, наша доброжелательность. Это сразу бросается в глаза и в общий язык с местным населением, с военнослужащими других стран находим очень быстро. Один яркий пример могу привести. Во время выполнения миротворческой миссии в Ливане у нас была задача market patrol. Это получается как бы патрулирование, пеший патруль во время ярмарки. И капитан Султанов, который у меня был командиром хозяйственного отделения, который отвечал именно за хозяйственную часть, был отправлен для закупок именно в ярмарку. И продавец ошибся в счете денег и дал лишние деньги сдачу. Но придя на базу, капитан Султанов докладывает о том, что продавец ошибся, именно местный житель, о том, что у него излишки. Мы патрулем обратно приехали на рынок, деньги вернули, и сразу же местное население окружило нас как бы приветливыми возгласами. То, что, о, казахстанские миротворцы, честные люди, не обманули, вернулись спустя определенное время. Хотя до базы там идти где-то полчаса и обратно где-то час-полтора ушло, пока мы пришли. И это укрепило наши, получается, взаимоотношения между местными населениями. И это есть отличительные черты наших воинов, а также высокая морально-психологическая устойчивость и, конечно, стремление выполнить поставленные задачи командира точно и в срок. Это и есть отличительные черты казахстанского бойца. То есть даже с таких вот мелочей складывается само взаимоотношение с местным населением? Да, вот именно из мелочей складывается отношение и складывается характеристика военнослужащих во время выполнения миротворческих миссий. Знакомиться приходилось там с какими-то обрядами, их народными обычаями? Или, может быть, они чем-то схожи с нашими какими-то обычаями, традициями? Конечно, во время выполнения миротворческой миссии мы тесно сотрудничали с местным населением. Это входит в обязанности миротворцев. И каждый, когда знакомишься с лидерами местного населения, каких-то населенных пунктов, вот они постоянно приглашают. Основная особенность ливанского именно – нельзя отказывать. То есть, если, когда вас пригласили к нему домой, если вы откажете, это значит, что вы его оскорбили. Вот схожесть казахского менталитета и ливанского, вот какие-то вот эти моменты нам очень хорошо помогали. То есть совместные чаепития, какие-то беседы задушевные, возможно, тоже были? Да, вот задушевные беседы, открытые разговоры, получается. И этим тем самым мы показывали, для чего мы прибыли в данную страну и какие задачи мы там выполняем. Несмотря на то, что у нас оружие в руках? Несмотря на то, что у нас оружие в руках, но оружие всегда за спиной. Согласно мандата выполнения миссии, имеется правило применения оружия, которое на каждой миссии есть своя. Вот именно согласно правилам применения оружия, именно в населенном пункте, именно где проводятся какие-то сборовые мероприятия, ярмарки на рынке, у нас оружие всегда было за спиной. И это для местного населения как бы обыденное дело. То есть у нас в стране, если с оружием человека увидел, уже начинает настороженно на него смотреть, вызывать наряд милиции, а у них это обыденное дело. Главное, чтобы оружие было за спиной. Главное, чтобы никто ни на кого не направлял и не нарушал правила применения оружия. Скажите, пожалуйста, говоря о родах войск, какие рода войск сейчас считаются элитой у нас в Казахстане? Вот знаете, с покон веков элитой вооруженных сил, всех вооруженных сил считалась крылатая пехота. И в нашей стране я считаю, что элитой считается десантно-штурмовые войска. Мы являемся резервом Верховного Главного Командующего, президента нашей страны. И готовы в любое время выполнить поставленную задачу по защите суверенитета и целостности нашей страны. Конечно, тяжело служить в десантно-штурмовых войсках, потому что высокая боевая готовность, она требует высокой физической подготовленности, морально-психологической устойчивости. Но те, которые не выдерживают, они переводятся в другие войска. А те, которые остаются, слитки, это и есть настоящие патриоты своей родины, готовы встать на защиту нашей страны в любую минуту. Замечательно. Сейчас мы поговорим о срочной службе, наверное. Сейчас срок воинской службы сравнительно небольшой. Раньше были времена, когда служили люди и по 5 лет, по 4 года, по 3 года, по 2 года. Ну и вот у нас в Казахстане сейчас служит год. Как вы считаете, достаточно ли это времени для того, чтобы подготовить качественного военнослужащего, который знаком со своими обязанностями, который сможет выполнить поставленные перед ним боевые задачи? Знаете, основная часть военнослужащих в нашей армии в данный момент является военнослужащие по контракту, уже которые прошли годовую службу и пришли добровольно служить родине. И второе, то, что наша молодежь, современная молодежь, она очень продвинутая, с раннего возраста они владеют компьютерной технологией, очень тесно связана с... много информации берут с интернета, поэтому в армию в основном приходят люди, которые уже с высшим образованием. И эти все факторы уже как бы влияют на ускоренную подготовку солдат с срочной службой. Вот я считаю, что год службы для солдата это практически достаточно для того, чтобы научить его азам боевой подготовки. Но в дальнейшем он уже, если останется военнослужащий, по контракту усовершенствуется, а также если он уволится в запас, то с ним будет проводиться определенное мероприятие во время запаса. А какая работа проводится с солдатами, с сержантами, офицерами запаса, которые служили свое и сейчас находятся дома, работают, мирной жизнью занимаются? Какая работа проводится, чтобы они находились в постоянной боевой готовности, чтобы выполнить воинскую свою присягу? Вот регулярно проводятся методические сборы с военнослужащими запаса, которые пригодны к воинской службе по состоянию здоровья. И эти сборы проводятся действующими офицерами Вооруженных сил Республики Казахстан, где проводятся занятия по основным предметам боевой подготовки, а также по специальностям, по которым в случае необходимости они будут призваны в армию. А также с солдатами, сержантами и офицерами запаса проводятся занятия по изучению вооружения и военной техники. По окончанию данных сборов в целях убеждения освоения материала программы подготовки принимаются зачеты и экзамены. И данные сборы проводятся регулярно для поддержания боевой готовности резерва нашей армии. Замечательно. Ну, понятно, что нельзя забывать и о подрастающем поколении. Какую работу проводят действующие военнослужащие по военно-патриотическому воспитанию молодежи? Что проводят, в частности, говоря о вашем миротворческом полку? Это очень актуальный вопрос на сегодняшний день, я считаю. Военно-патриотическое воспитание молодежи – это один из основных направлений воспитания молодого поколения в патриотизме и верности своей родине. Очень большая работа проводится на уровне войсковых частей. Это дни открытых дверей, а также уроки мужества. Проводятся разные состязания, конкурсы, даже конкурсы солдатской песни «Жасулан», где тоже участвуют учащиеся гражданских учебных заведений. А также молодежно-патриотические сборы «Айбын», которые ежегодно проводятся. И это в вооруженных силах военно-патриотическое воспитание молодежи обращается в очень большое внимание и проводятся очень большие мероприятия. То есть это, получается, ваш резерв, будущее, смена? Совершенно верно. Сегодня мы в строю, завтра, когда мы в запас уйдем, уже другое подрастающее поколение займет наше место. И они уже будут знать, к чему готовиться, куда идти и как у него сложится завтрашний день, если он пойдет по стопам офицерского состава или сержантского состава. Такой вопрос, наверное, он возник не только у меня, но и у многих наших телезрителей. Как и кто может стать миротворцем? Что для этого необходимо и какие качества требуются от желающих служить, выполнять миротворческие миссии? Миротворцем может стать любой военнослужащий, изъявивший желание стать миротворцем. Но, как вы все знаете, что миротворческие миссии, они проводятся за рубежом. Это считается выполнением международной задачи. И, в частности, миротворческие операции проводятся в климатически сложных местных условиях. Поэтому существует жесткий отбор для того, чтобы вступить в ряды миротворческих подразделений. В первую очередь, это психологическое тестирование. То есть, миротворец, он психологически должен быть устойчив. Он не должен поддаваться провокациям. Потому что есть, как я до этого говорил, правила применения оружия. Есть особенности культуры и разных народностей, где они будут нести миротворческую миссию. И миротворец не должен допустить никаких нарушений. И он психологически должен быть очень устойчив и силен в этом отношении. А также миротворец проходит медицинский осмотр. Так как здоровье – это главный вопрос. В-третьих, это физическая подготовка. Потому что для того, чтобы выполнять миротворческую миссию именно в сложных климатических условиях, необходима физическая подготовленность для военнослужащих, выносливость – это один из основных вопросов тоже. А также для офицеров и сержантов – это знание английского языка. То есть в Ливане мы задачи получали на английском языке, докладывали на английском языке. Язык общения между индийскими военнослужащими, ливанскими военнослужащими, а также другими военнослужащими. Их там 43 страны именно выполняют миротворческую миссию в Ливане. Все проходили на английском языке. Так что для сержантов и офицеров знание английского языка – это обязательно. – Действительно, высокие требования. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к женщинам в армии? И есть ли у нас реальные строевые подразделения, в которых служат представительницы слабого пола? Ну, мы знаем, что раньше женщины у нас были где-то радистки, связь, то есть, ну, такие должности. А вот сейчас как? – В казахстанской армии женщины в погонах также служат на должностях медсестер, связисток, делопроизводителей. Но не только. В современной армии женщины-военнослужащие уже освоили те должности, которые в недавнем времени считались чисто мужскими должностями. На страже нашей страны стоят женщины-разведчицы, женщины-снайперы и даже женщины-десантницы. Командиры частей часто отмечают их как бы в лучшую сторону. Они наравне с мужчинами выполняют все требования воинской службы, выполняют все приказы командиров. В некоторых случаях даже лучше, чем военнослужащие мужчины. Если углубиться в историю, наши прародители, прародительницы защищали целостность нашего казахского ханства еще с покон веков. Можно привести множество примеров. Например, дочь султана Аблай тоже защищала плечом к плечу со своим отцом суверенитет казахского ханства, независимость казахского ханства. А также можно привести Исинбике, это тоже дочь Харасай Батыра. Бупай, сестра Кенесары хана, тоже плечом к плечу со своим братом, участвовал во всех практически боях, согласно летописи и истории казахского ханства. А также свою летопись внесли в Великой Поведе наши прародительницы, наши героини. Это пулеметчица Маншук Маметова, это снайпер Альяма Молдогулова, а также первая женщина, летчица казахского, это Хиуаз Доспанова. Но есть место героизма и в современном мире, в мирной жизни. Наши женщины, плечом к плечу с нашими военнослужащими мужчинами, несут службу в армии, ни в чем не уступая. И в любую минуту они также готовы выполнить все поставленные задачи по защите суверенитета нашей страны. Наверное, это как-то мужчин подтягивает в армии, или как вы считаете, может быть наоборот мужчину расслабляет появление женщины? Вот отношение себя, если сказать то, что как бы на каждой должности, если женщину назначили, значит надо с нее спрашивать должным образом. Никаких послаблений не будет, то есть это армия. И здесь нету такой яркой разделения гендерной политики. Здесь нету такой яркой выраженности. Ну, к сожалению, время нашего сегодняшнего прямого эфира подходит к своему завершению. Буквально несколько слов ваших пожеланий действующим и бывшим военнослужащим в канун вот такого знаменательного праздника для всей нашей страны. 7 мая, День защитника Отечества. Ну, этот не просто красный день календаря, это День защитника Отечества, Республики Казахстан. И хотелось бы всех офицеров, генералов, ветеранов наших вооруженных сил поздравить с этим знаменательным днем, пожелать им крепкого здоровья, семейного счастья, успехов и будущих побед. Ну что ж, спасибо, я присоединяюсь к словам ваших пожеланий. От себя только хочу добавить одного, чтобы нашим военным служащим никогда не приходилось стрелять, где бы то ни было и в каких бы то ни было ситуациях. И пусть свое мастерство наши военнослужащие показывают только во время различных военных игр, либо совместных военных учений. Ну что ж, дорогие наши мужчины, с праздником, дорогие наши защитники Отечества. Всего вам доброго, ну и мирного неба над головой. До свидания, до следующих встреч в эфире телеканала ЖТСУ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова